Предприятие, проверенное временем. Губернатор Павел Коньков посетил завод испытательных приборов на улице Лежневска областного центра. Предприятие занимается разработкой и выпуском испытательной техники. Работают по договору с самыми разными отраслями. Фектор наших услуг – это вся Россия, практически все сферы. Это начиная от текстильной промышленности, РЖД, атомной промышленности, военно-промышленный комплекс. Поставляем тоже продукцию. В общем, очень широкий гипозон. Александр Григорьев знает все об испытании механических свойств изделий, что только не проверяют на прочность – от макарон и нитей до серьезных строительных конструкций. На предприятии Александр трудится с 1988 года. Менялось руководство и название завода. Постоянными оставались задачи – передать потребителю исправный прибор, соответствующий всем техническим требованиям. Александр Григорьев – это испытания старые как мир. Надо строить что-то, надо знать, сколько выдержит бетон, сколько арматура выдержит, болт какой-нибудь, сколько деталь может ходить. То есть твердость материалов, прочность, хрупкость. Вот копер стоит, хрупкость испытывать материал, потому что нет в мире совершенства. Что-то очень твердое и прочное, но зато оказывается хрупким. И, в общем, диапазон широкий. На предприятии сейчас работают более 100 человек. Средняя зарплата – 22 тысячи рублей. Руководство откровенно признается, крупных инвестиций в производство не запланировано. Задача – элементарно удержаться на плаву. Основная проблема, которую сегодня мне рассказали руководители предприятия – это так называемый контрафакт. Вот этот бренд, который они сохранили, под их маркой. Самые различные проходимцы покупают дешевые китайские поделки, ставят марку «Зипа» и стараются продавать. Вот я думаю, что в этом плане мы постараемся и сумеем предприятию помочь. Победить контрафакт значит убрать с рынка конкурентов с дешевой и некачественной продукцией и, как следствие, позволить Ивановскому заводу вдохнуть полной грудью. Губернатор пообещал помочь со своей стороны. О ситуации правительство сообщит Минпромторг и правоохранительные органы. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.